Друзья, привет! Ну что, сегодня хочу остановиться на хмеле. Что же происходит с хмелем на разных стадиях внесения сусла? Что же такое dry hop? Что такое hop burn? Что такое hop creep? Ну и немножко разберем биотрансформацию. Хмель Итак, все мы прекрасно знаем, что же из себя представляет хмель. Это многолетнее травянистое растение семейства коноплевых хумулус лукули. В пивоварении используются в основном, не в основном, а всегда женские соцветия шишки, которые состоят из чешуек, стержня и вот этой вот самой основной, нужной для пивоварения пыльцы в шишечках лукулина. Ученые разбирали, из чего же состоят шишки хмеля. Оказалось, что там почти тысяча всяких молекулярных соединений, компонентов. Все разбирать не будем, они в микроскопических количествах в основном. Но разберем самые нужные и самые значимые для пивоварения. Первое, это целлюлоза. Самая объемная часть шишки, но не самая важная. Это, скажем так, весь растительный каркас, из чего состоит чешуйки. Вся вот эта вот травянистая зеленая часть растения. Ее бывает там 40-50 процентов. Еще есть белки или протеины, 15-17 процентов шишки. В принципе, важная вещь, тоже помогает для брожения, потому что дрожжики кушают всякие аминные азоты, которых полно в белках. Итак, мы добрались до самого важного компонента для вкуса пива. Это твердые мягкие смолы. Их находятся в шишке хмеля от 2 до 30 процентов, в зависимости от сорта, от года урожая. Все это индивидуально. Это важнейший компонент, чтобы обеспечить нам нашу горечь. И следующий важнейший элемент, это эфирные масла хмеля. Их совсем немного. В разных софтах, в зависимости от года урожая или сорта, хмеля находится от 0,5 до 3 процентов. Вроде немножко. Но это важнейший компонент нашего ароматического профиля пива. Также в хмеле находятся еще полифенольные дубильные вещества, моносахариды, липиды, аминокислоты, танины. Огромное количество веществ, которые вносят в наш букет готового пива, вкусоароматический букет, огромный-огромный вклад. Ну что ж, давайте разберем самые значимые для пива компоненты хмеля. Итак, хмелевые смолы. Ну а хмелевые смолы, в свою очередь, разделяются на мягкие и твердые. Мягкие смолы, в свою очередь, разделяются на альфа-кислоты или гумулоны и бета-кислоты, глупулоны. Они, в свою очередь, тоже изомеризуются в дальнейшие изомеры. Гумулоны изомеризуются в когумулон, адгумулон, прегумулон, постгумулон и так далее. А лупулоны, ну, соответственно, колупулон, адлупулон, прелупулон, ну, короче, это такая уже глубокая биохимия, мы туда залазить не будем, сильно углубляться, поэтому, как бы, нам важно примерное понимание, что из чего состоит хмелевые смолы на данном этапе. Для пивовара самое главное это мягкие смолы, альфа и бета кислоты, они сложно растворяются в воде и, как мы все знаем прекрасно, чем больше время кипячения, чем раньше мы задаем хмель на кипячение, тем больше они растворяются в сусли и тем более горькой она становится. Итак, чем больше мы кипятим хмель в сусли, тем больше мы получаем насыщенный горький вкус от хмелевых смол. Но теряем аромат, потому что большая часть ароматических масел будет улетучиваться. Для этого надо понимать, что же из себя представляют ароматические масла хмеля. А вот эфирные масла хмеля уже разделяются на три категории. Первая это углеродная или терпеновая, кислородосодержащая и серосодержащая или теоловая или меркаптановая. Ну меркаптановая это уже устаревшее название, не важно. Углеводородная фракция составляет от 40 до 80% хмелевого эфирного масла. Основные представители это мерцен, кориофилен, гумулен и форнизен. Эти 4 компонента могут составлять до 90% всего масла. Каждый ассоциирует ароматы по-своему, но многие описывают ароматы кориофилена как древесный, форнизен цветочный, гумулен древесный и хвойный, мерцент травянистый и смолистый. Следующая фракция это кислородосодержащая. Содержание этих соединений не превышает в основном и 1%. Но не стоит думать, что это неважный компонент эфирного масла. Эта фракция более ароматная. Порог восприятия ниже, чем углеводородная фракция. То есть меньшее количество дает больше аромата. И аромат более разнообразный и более насыщенный. Цитронилол дает цитрусовый аромат. Гераниол цветочный розовый и герань. Лимонен цитрусовый и апельсиновый. Линолол цветочный и апельсиновый. Нирол розовый и цитрусовый. Пенен пряный и хвойный. Ну и третья фракция серосодержащая. Или как их еще называют полифункциональные кеолы. Их содержание еще меньше, но их аромат вообще уникальный. Например, 3 меркаптогексанол дает в аромате гуаву. А 3 меркаптогексалацетит, мускат и маракую. 4 меркапта, 4 метилпентан, 2 OH это черная смородина. Длинные эти химические названия, язык сломать можно, конечно. Но серосодержащая фракция вообще уникальные, конечно, ароматы. И этих масел, этих теолов. Особенно много в хмелях вот этого нового света гибридных. Американских, новозеландских, австралийских. Все эти ароматические фракции в большей или меньшей степени летучие. Плохо переносят кипячение и улетучиваются вместе с паром. Например, мерцен, через 10 минут кипячения, от него остается только 50%. Через 10 минут. А через час, ну, он весь улетучивается вместе с паром. А, например, линолол из кислорода, содержащей фракции, всего за 5 минут теряет 80% своего аромата. Поэтому хмель для ароматики нужно вносить на конец кипячения, на вирпул или на сухое охмеление. Итак, мы разобрали основные составляющие хмеля. И теперь можно понимать, на какой стадии внесения, что оно будет давать. То есть, понятно, чем больше кипятить, больше горечь, меньше аромата. Чем меньше кипятить, больше аромата, меньше горечи. Это базовые, как бы все знают. Разберем внесения уже, скажем так, для ароматики. Тут каждая стадия может давать свои эффекты. Например, вирпул. В вирпуле, ну, или у кого нету вирпула, отстаивание после кипячения. Там температура обычно падает ниже 80 градусов. Испарение уже не такое интенсивное. Смолы меньше растворяются в сусле. А эфирные масла хорошо переходят в сусло и остаются, не улетучиваются с паром. Следующая техника охмеления, это сухое охмеление, так называемый драй-хоп. Которое может быть на разных стадиях. На стадии активного брожения, на стадии дображивания, на стадии холодной выдержки. Охмеление на каждой стадии дает свои плюсы, свои минусы. Добавление хмеля на активное брожение способствует так называемой биотрансформации хмеля. То есть, одни вещества могут превращаться в другие. Например, гераниол с цветочным ароматом может превратиться в бета-цитраниол с ароматом лайма. Или, например, линолил. Это гликозид, который никак не проявляется в аромате пива. Но дрожжи имеют в своем активе фермент бета-глюкозидазу. Который расщепляет линолил на молекулу глюкозы и ароматический терпен линолол. Который уже активно пахнет цветами и апельсинами. Процесс этот еще такой малоизученный. Много очень веществ биотрансформируется, превращается в другие вещества. Но очень-очень часто бывает с хорошими результатами. Поэтому не стоит пренебрегать именно от внесения хмеля на активное брожение, на биотрансформацию. Ну а минус этой стадии внесения хмеля состоит в том, что часть аромата улетучивается вместе с углекислым гадом во время активного брожения. Следующая стадия внесения хмеля на дображивание имеет свои преимущества в том, что меньше аромата улетучивается вместе с углекислым газом и помогает избежать так называемого хоп-крипа. Итак, что же такое хоп-крип? Довольно опасная штука, между прочим. Дело в том, что хмель имеет в своем составе какое-то количество сахаров. Плюс в хмеле находятся ферменты, которые могут разрушать декстрины. Это несбраживаемые сахара, которые дрожжи не могут съесть. Но при воздействии ферментов декстрины разрушаются на простые моносахара, которые дрожжи могут доесть. В результате чего? Получается перикарбонизация, увеличение диацетила и увеличение алкоголя в пиве. Самый опасный из этого, естественно, перикарбонизация, которая может взорвать банку или бутылку. Она уже будет стоять, то есть охмелили при позднем охмелении. Ферменты начинаются с разложения декстринов, дрожжи доедают эти сахара. Происходит перикарбонизация и взрыв бутылки на полке. То есть внесение хмеля на стадию дображивания убирает эффект хоп-крипа. Поэтому вот такой вот плюс. Плюс меньше испаряется с углекислым газом. И еще одна стадия внесения хмеля это на холодной выдержке. То есть когда пиво уже охладили, дрожжи слили и вносится хмель. Минус в том, что может быть эффект хоп-крипа. Поэтому не рекомендуют вносить большое количество очень уж хмеля. Но плюсы в том, что ароматы вообще не вымываются с пива с углекислым газом. И ароматы не трансформируются. То есть все чистые ароматы хмеля, они наиболее ярко проявляются, остаются в пиве. Было доказано, что во время биотрансформации, дрожжения, ароматы хмеля, например, хвойные ароматы, они полностью трансформируются и исчезают. Остаются только цветочные, фруктовые. Поэтому если хотите оставить в пиве хвойную ароматику, хмель надо добавлять именно на холодное дображивание, на холодную выдержку, извиняюсь, чтобы не было трансформации хвойных ароматов. Поэтому вот такая вот игра с хмелем происходит. Еще один эффект от сухого охмеления может возникнуть в пиве. Неприятный эффект. Его называют хобберн или хмелевое жжение. То есть при больших количествах хмеля, задаваемого в пиво, он может иметь очень неприятный, горький жжение. То есть как будто с перцем. При глотании получается, раздражается, прям вот жжет горло. У некоторых доходит прям до кашля. Очень неприятно пить такое пиво. Скорее всего происходит это от большого количества полифенолов в пиве. Так думают. То есть хмель для... Охмеление надо держать не больше суток-двое в пиве. Иначе большое количество полифенолов переходит в пиво и вызывает этот самый хобберн. Поэтому не рекомендуют охмелять очень долго. Буквально сутки-двое. Вся ароматика переходит буквально за эти часы. Остальная полифенольная ненужная фракция должна скинуться. Если это уже произошло, можно попробовать оклеить желатином пиво. То есть внести желатин. Какая-то часть полифенолов вместе с желатином осядет. Ну или просто ничего не делать. Подождать неделю, полторы. И эта фракция все равно вся осядет. И пиво очистится от этого хобберна. Единственное, надо подождать. Вот такие основные нюансы работы с хмелем. Постарался в короткое видео запихнуть самые важные моменты. Конечно, если разбирать полностью работу с хмелем в составляющие, какие нюансы бывают, тут нескольких часов не хватит. Даже внесение на горечь бывает по разным методикам. Могут хмель вносить в затор. Прямо вот в затирание. Могут в первое сусло отфильтрованное. Могут на начало кипячения, середина. Ну и как я уже говорил. То есть каждый этап дает какое-то свое. Раскрывает свои ароматы, вкусы. Все зависит от сорта хмеля. Наличие тех или других компонентов. Даже один и тот же хмель каждый год имеет свои характеристики. И нужно экспериментировать с хмелем. Еще, кстати, бонус. Большое внесение хмеля повышает пиаш пива. То есть нормальный пиаш у обычного лагера или пшенички. Ну, у пшенички 4,3 где-то пиаш. У обычного лагера 4,5. 4,4,4,5. Хмель может повысить до 4,7-4,8 пиаш. И чем больше, выше пиаш, тем более резкая горечь получается в пиве. Поэтому некоторые пивовары подкисляют. То есть опускают пиаш молочной или лимонной кислотой. Подкисляют уже пиво после охмеления. Выводят его пиаш на 4,5,4,4. Тем самым убирают излишне резкую горечь. Такую, так называемую, аспириновую горечь. Она более мягкая становится. Поэтому вот такой тоже нюанс работы с хмелем. Кто дослушал видео до конца, тот получил бонус. Поэтому работа с хмелем каждый год что-то новое, интересное. Экспериментируйте, записывайте результаты на разных этапах. Что-то новое для себя найдете в разных вариациях. Дорогу осилит идущий. Всем хорошего пива. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!